Приветствую вас, мне кажется, что вы немножко ошиблись разделом, потому что здесь не делятся тем, как лечат ту или иную болезнь, здесь психологи работают соответствующими проблемами. Исходя от того, что вы написали, я могу сделать два вывода. Первое, это то, что вы являетесь личностно незрелым человеком, несмотря на то, что вам 33 года. Вы тянетесь к маме, то есть вы очень нуждаетесь в другом человеке, в близком человеке рядом с собой. Вот, что говорит о том, что вы, ну возможно, возможно, вы не полагаетесь на себя. То есть вы, ну, вы не можете полагаться на себя, вы не в силах полагаться на себя, вы не уверены в себе. Вот, и, соответственно, из-за этого вы очень сильно нуждаетесь, значит, в маме, например. Хотя, нуждаемость в маме, да, она, на мой взгляд, тут требует, конечно, более тщательного разбора, почему вы хотите быть с мамой, да. То есть, ну, вот, вам, наоборот, надо бы от неё уже отдаляться, вам уже, наоборот, надо бы от неё отстраниться и устраивать, как бы, свою жизнь. Ну, вот, а вы по какой-то причине тянетесь к маме всё равно, ну, то есть, ну, ну, в большей степени вы тянетесь к маме, да. То есть, здесь, конечно, ваша незрелость эмоциональная, вот, и, возможно, психологическая, вот, дают о себе знать, вот. В этом вам можно помочь, да, просто, ну, можно, можно вам помочь убрать негативные последствия, вот. Такую историю. То есть, можно, можно, вас можно дорастить, скажем так. Вот, но для этого, конечно, нужно ваше желание, желание. Если у вас такого желания нет, то, соответственно, а, значит, сделать можно весьма-весьма, немного, немного. Вот, следующий аспект, который я подметил, это аспект оторванности от своих чувств. То есть, повышенная раздражительность, вспыльчивость, может быть, даже, это всё именно, вот, про оторванность от ваших чувств. То есть, вы не прислушиваетесь к себе, не прислушиваетесь к своим чувствам, вот, игнорируете их, и, соответственно, поэтому вас копится, копится раздражение. Значит, это тоже можно будет подкорректировать, это тоже можно будет исправить, вот, ну, естественно, при вашем желании, конечно. То есть, если вы хотите, то можно будет вам помочь, вот, вот, ну, для этого, для этого еще поправили, нужны ваши усилия. Вот, ну, для начала, для начала то, что, вот, можно вам порекомендовать, да, книгу, читать книгу, книгу, это, это практикум, практикум по гистальтерапии, вот, в качестве такого введения в эмоциональный интеллект, вот, введения в ваше чувство, в мир ваших чувств, вот, ну, а дальше уже можно будет работать со специалистами по данным направлениям. Вот, значит, соответственно, одно из таких направляющих заданий для вас в этом случае может быть таким, может быть таким. А, значит, посмотрите, посмотрите, что вам кажется. Вот. То есть, ну, просто вот, что именно вам кажется. Посмотрите. Пожалуйста. То есть, определите для себя, определите для себя, что вам кажется. Ну, наверное, есть какие-то вещи, которые вам кажется. Просто вот, ну, спасите. Ну, давайте поговорим об этом. Что, что вам кажется. То, что вы думаете, но то, что вы при этом игнорируете, боитесь выразить, показать и так далее. Вот. Вот. Это тоже очень такой важный момент для нас с вами, вот, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. Ну, в вашей ситуации, если мы хотим разобраться. Вот. Понятно, да? О чем идет дальше. Дальше. Вы пишите про боль. Вы пишите про боль и анемию, вот, даже в ноге. Вот. Лично я связываю это с психосоматикой. Вот. То есть, это психосоматическая реакция идет. Ну, соответственно, на те чувства, да, те чувства. Которые вы себе выжимаете. Вот. Так мне, так мне это видится. По крайней мере. То есть, я не, я не хочу сейчас, как-то вот, делать какие-то предположения, такие прям. Серьезные, да, но не видится как-то психосоматика. С точки зрения психологии, опять же. Именно с точки зрения психологии. Вот. Ну и вот. Собственно, по этим направлениям вам и нужно работать. Кхм. Психосоматика, это результат подавленных эмоций, подавленных чувств. Вот. Вот. И, соответственно, если вы, ну, если исключить физиологический аспект, да, если исключить физику, вот, то научившись раскрывать свои чувства, вот, ну и сможете избавиться от боли в ноге, которая вас сейчас беспокоит. Так, сильно. Я полагаю. Настолько, ну, настолько, настолько сильно, что вы рассказываете об этом. Несколько раз постараюсь чекать, свою чекать. Вот. Вот так. Так мне кажется, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Ага, я отдаю себе отсчет в том, что, скорее всего этого недостаточно. Вот. И я, в общем-то, даже более чем уверен, что этого недостаточно. Потому что, все-таки, проблема у вас такая, да, ну, она неоднородная, в ней есть ряд. Так. Вот проблем. Вот. Которые нужно решать. Но я пока не знаю ничего насчет ваших, ваших намерений. Да? То есть, вот. Вот. Какие у вас намерения? Готовы ли вы работать над своей проблемой или вы готовы только говорить? Готовы ли вы исследовать себя или нет? Так. Это вот, эм... Конечно, нужно исследовать. Вот. Вот. Так. Я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что это было для вас полезным. Ага. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Автор. ượcitude. ЭТОРАНТОРОТ casa. Вежития ценацена. Продолжение следует...